ребят привет так интернет получше но с качеством звука будут проблемы понятно что у нас тут шум волн и люди все это дело кафешки поэтому как есть другого варианта на сегодняшнем доме у нас нету лучшего ну может быть я поищу где-нибудь кафешку с хорошим интернетом нашел где будет не так шумно и будет подальше от моря для того чтобы поработать получше с качеством звука тоже вот возможно небольшие проблемы относительно вчерашнего дня но потому что вчера был хороший стерео микрофон сейчас он просто ловит все на свете пришлось поставить маленькую цельку такую легкий переносной микрофончик поэтому может быть немножко по-другому поэтому давайте без задержек давайте посмотрим что у нас с рынком происходит что поменялось что не поменялось очень очень быстро по евро ничего не поменялось среднесрочная шартовая тенденция по фунту ничего не поменялось среднесрочная ланговая тенденция сейчас у них завалка прогрузится я буду я буду ей рисовать вот она так значит здесь у нас лонг наоборот 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 царян здесь у нас шорт здесь у нас лонг по австралу у нас лонг у навозил шорт у иене лонг по канаде по зонам шорт по швейцарцию по зонам шорт золото опять сменилась шорт нефть марки wti среднесрок long snp long серебро лонг и натуральный газ поменял тенденцию лонг что по моим сделка висит давайте тоже пробежимся по этим моментам так значит у меня по еврику лимитка просто лимитка говорю что буду работать из диапазона выгоды цена продажи вот она висит лимитка далее по фунту дальняя сделка часть закрыли часть еще висит тейк на недельной контрольной зоне это вход по внутридневной тенденции был по которому дальнюю часть мы оставляем контртренд по средней сроку входов пока никаких нету так по острову у меня нет хотя сейчас по острову поговорим отдельно по новозеландцу лимитка просто лимиточка с далеким стопом вот за этот максимум попытка расторговать вот эту вот идею приблизительно так она выглядит работая сейчас повторяясь никакими паттернами ничего это не делая просто лимитками больше ну как бы так так по канаде у меня ничего по иене еще одну сделочку закрыл здесь был стоп здесь был первый тейк зафиксировал перебил стоп вот второй тейк на обновление максимум сейчас третий тейк висит на недельной контрольной зоне все висит избыток перевел вот под эти минимумы хотя по-хорошему можно поставить вот сюда больше шанс то что эта позиция выживет далее пошли царь тоже сел то есть это не лимитка уже зашел позицию вчера говорил что возможно по рынку буду зашел ничего не меняется тут по сути ну таки надо вот-вот переставлять тейк уже ниже учитывая все таки вот эти вот цели наши то что они меняются так по золоту здесь ничего серебро ничего нефть ничего газ ничего есть ничего так по нефти у меня только на отдельных счетах по бренду висят инвестиционные идеи все больше у меня ничего не теперь давайте каждый из этих моментов постараемся разобрать почему где у меня что висит объясню и ну что вообще делать итак поехали здесь граница рынка с точки зрения опционного анализа шартовая тенденция идет против долгосрочной лонговой тенденции пытаемся потихоньку ограниченным риском так как все-таки долгосрок лонг работать вот у меня здесь в этом диапазоне стоит лимитная позиция стоп вот сюда то есть идея вот она то что я пытаюсь расторговывать будем пытаться это работать далее более активно как можно поработать т-зона 1 2 уход ниже уровня депо коррекционный откат и поехали вниз сюда стоп лосс здесь где-то точка входа здесь у нас take profit и первый take profit на обновлении локальных меню правильные цели прям вот она у нас идет давайте мы озвучим 1 10 260 котировочки у нас четвертинки 1114 и здесь 1154 по толпе с евриком что у нас происходит ничего не происходит принципе я вообще не готовился только-только в эту кафешку забежал убытка убыточных игроков много снизу это конечно мешает далее поехали фунт против доллара наш смотрите меня сделка висит да мы про нее говорили с вами еще отсюда то есть висит уже довольно давно но последний срок то ничего не поменялось посреди 40 можно пытаться работать на покупку но опять же хотя бы нужно оказаться выше вот этих объемов любые покупки до того как мы окажемся выше это будут покупки скажем так в объеме всего вот этого коллекционного движения поэтому ждем уход и вот такую ситуацию можно пытаться расторговывать цели при таких покупках у нас будут классические обновления локальных максимумов 1 30 17 и 1 30 64 31 31 64 все границы рынка сверху объемы всего контракта снизу объемы среднесрочного тренда снизу осталось дождаться пробития объемов всего всей предполагаемой коррекции более надежно будет конечно дождаться перебить от этого максимума тогда мы еще из технической точки зрения получим такой ложный пробой выглядеть он будет вот так и на откате к этому же уровню депок входить позицию толпа здесь у нас по фунту ничего хорошего опять же не показывает единственное что говорю ох ты смотри сколько стопов смотри сколько стопов да вот так можем просквозить депок перетечет и тогда нам достаточно будет вот этого максимума перебить и дождаться то есть две таких ситуации на покупку не знаю что у нас будет но возможно что-то интересное будет поэтому пытаемся вот таким образом поработать далее австралийский доллар вчера здесь от меня но я не по всем группам вчера кидал так в ученики кидали вот такую идею тут все сидели сидели общались вот сделка на 3 с минусом золотая нкз держит границы опционов держит если входить то риск минимальный то есть давайте мы объясним эту самую сделку по австралу ситуация здесь выглядит следующим образом вроде бы депок у нас вот сюда перетек но мы его криво боком косом как-то пробили здесь либо двойное дно либо там 123 неважно суть у этих паттернов абсолютно одинаковая практически в данном случае да так как второй вот этот макс минимум чуть чуть повыше этого предыдущего минимума я уже сказал что здесь держит недельная контрольная зона у нас раз и соответственно сама граница рынка то есть убытки с точки зрения опционов вынужден признать ошибку вчера совершил сказал что неделя экспорционная глянув какой-то левый непонятно чей-то прогноз нифига меня вовремя в комментарии поправили спасибо этому человеку у нас не экспорционной недели поэтому учитывая этот самый фактор можно немножечко аккуратненько откате с астралами прям вот-вот-вот-вот как любимую девушку да потихонечку с ним поработать на покупку на обновление максимумов и на тест недельной контрольной зоны отмена сценария только при уходе инструмента ниже чем зона 1 2 и закрыт ниже чем зона 1 2 желательно даже уйти ниже вот этих меню уходим куда-то сюда мы с вами будем наблюдать вот такую вот тенденцию на откате с таким стопом будем работать к этой недельной контрольной зоны если посмотреть на толпу то по стрелиться у нас здесь толпа набирается покупки большей степени это говорит о том что давайте-ка опять вновь идти на продажи есть прибыльные игроки ну смотрите еще раз повторяю аккуратно вот от этих прибыльных здесь же там депок у нас вот аккуратненько зацепляться можно стоп естественно ставим вот вот эти минимумы при получении стопа будем активно шортить уже к этим целям и это будет у нас как раз таки еще и против толпы далее смотрим новозеландский доллар против американского доллара позицию не стою как я сказал это просто тупо лимитная позиция попытки от торговать тренд тренд и по технике тренд и по зонам все это в противоход долгосрочному тренду риски небольшие более надежная работа будет являться работа в данном диапазоне по патруму сейчас мы видим что ты поп уже перетек наверх отфильтровывает определенный экстрим если мы сейчас нарисуем здесь какую-то вот такую ситуацию то будем работать уже под эпох по патруму стоп тогда можно стать сюда у меня стоп он там стоит далекий так что у нас здесь по объемам среднесрочный тренд вот плюс-минус несколько пипсов несколько пунктов мы протестировали объемы среднесрочной тенденции долгосрок снизу но ниже недельки то есть ниже наших целей поэтому в половину риска лично я уже зашел по патруму точно так же можно заходить на продажу толпа так тут что у меня не прогрузилась ахала начала набираться в покупке это плюс для того чтобы зайти в позицию на продажу есть прибыльные участники рынка все вот мою лимитку как вы увидели ну не схватила почему она стоит так высоко кто-то скажет но ребят хотя бы мне нужно соотношение хоть какое-то выцеплять видите 40 там на плюс-минус пару пунктов один к полутора хотя бы то есть мне до дальней цели хотя бы один двум нужно до 40 плюс минус это даже один к двум нету пойди еще выше нужно ставить но уже так для безопасности бросил сюда ли ниточку и все и 2 take profit далее идем быстренько иена 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 что у нас поение так по им позиции висят да все те кто там вместе со мной чего здесь заходили позиции висим да кто-то здесь заходил кто-то вот здесь по паттерну идея была закрыть в любом случае мы все поение с вами активно активным образом все это дело работаем на покупку и среднесрочных целей достигаем и вчера вот здесь обновление на обновление максимума принципе был зафиксирован take profit сейчас нашей целью является обновление новых экстремов и тест недельной контрольной зоны золотого цвета котировка 100 934 новая четвертинка 108 562 обновление данных локальных меню не допускается поэтому 108 24 186 это диапазон для поиска новой точки входа на покупку желательно все это делать по паттерну но в данном случае можно также поработать лимитной позиции потому что у нас импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция импульс статистически то про что неоднократно вам говорю вероятность обновления максимум в восходящем тренде составляет не менее 70 процентов без обновления предыдущего локального минимума исходя из этой статистики мы тупо берем 6 7 сделать из 10 они у нас оканчиваются заканчивается прибылью поэтому by limit просто точно также можно поставить вот сюда и выставить вот сюда стоп то есть это как раз таки та позиция по которой я входил то вот здесь то есть первый стоп как вы помните я получил по паттерну вот он был паттерн стоп а вот этот вход он был основан импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция соотношения выцепляем вперед и отбивается это самое соотношение отбивает все и убытки и статистически ну блин тупо зоны вам показывать направление если все это моменты усиливаются еще определенными сигналами по объемам ну например вот здесь у нас сейчас объемочки где плюс-минус несколько пунктов на зоне 1 4 с учетом там форварда до каждый день у нас вот эта зонка она чуть-чуть чуть-чуть так вот так ниже 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 будет поэтому вот бросайте на четвертинку позицию стоп сюда то их сюда теперь больше ни о чем здесь не думаем я и она покупаю но по крайней мере я ее держу сейчас на покупке канады не делаю ничего опять же граница рынка все ниже 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 хотя тренд идет конечно нисходящий и вероятность тестирования вот этой недельной контрольной зоны у нас очень очень сильно повысилась потому что мы закрылись ниже чем недельная контрольная зона золотого цвета очень агрессивно это опять же та же самая работа что поение сейчас рекомендовал это сэл лимит стоп сюда стоп лосс это сэл лимит до стоп лосс сюда take profit сюда 2 take profit вот сюда все вот эту идею это агрессивно консервативно по паттерну в этом же самом месте при перетекании депо код скопления объемов четвертинки все вместе мы здесь собрали пытаемся работать лично я для себя буду ждать закрепа инструмента выше зона 1 2 и работать на покупку на выход из убытка по толпе по канаде у нас толпа очень сильно набирается поэтому говорю что можно все набирается в покупке можно все-таки потихонечку пытаться работать на продаже здесь огромный кайф на продажу именно бросить лимит очку или по парке но я этого делать не буду для меня акционы объективные данные которые препятствуют тому что я буду сейчас в эту самую сделку далее бежим быстренько далее 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 терминалов целый миллион швейцарец опять же эту позицию раскрыл рассказал позиция висит тупо из-за соотношениях до импульс коррекция импульс коррекция все пытаясь отработать эту ситуацию вероятность прихода сюда 7 раз из 10 я буду прав может ли выбить мой стоп до 3-4 раза сети может выбить мой стоп 6-7 раз из 10 я получу то и крови сходя из этого момента вообще ничего не думаю позицию открыл усилил эту позицию зоной 1 а вторая у нас в данном месте плюс плюсом для этого на 100 идёт это максимальное скопление объемчиков давайте посмотрим прогрузились у нас вот они объемчики максимальное скопление объемов вот этого среднесрочного тренда все это здесь минус и естественно это уровень дпок который снизу естественно это скопление объема всего контракта который снизу поэтому если мы подойдем куда-то сюда часть позиции возможно зафиксирую остальное переведу без убыток в надежде на то что мы пойдем вниз для тех кто пытается работать консервативно вот этот паттерн не расторгован паттер не отфильтрован паттер сам по себе слабый потому что к.м. не получил фильтр от нашего индикатора депо если депо перетекает то какой-то вот такой паттерн позволит работать здесь и по паттерну либо если ничего не перетекает только уход инструмента ниже откат на попытки найти где-то здесь какой-то экстрим за который можно поставить стоп и пока все равно только short 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 отмена шартов все очень просто пунктов 15 цена заходит наверх закрепляется и принципе больше мы с вами ничего не делаем вот такая ситуация далее быстренько золото секундочку идите гулять золото поменяла тенденцию отбились мы все таки от этих самых объемов отбились мы от этих самых объемов да поэтому вот тут я тоже хочу поработать лимиткой давайте постараюсь объяснить почему пересмотрите у нас на вот этом импульсе таком вниз среднесрочном вот есть скопление объемов очень интересный у нас есть такой далекий экстриму который точно также проходит в таких ну интересных местах то есть нас отсюда раз выбивали два выбивали три выбивали четыре раза мы просто ахал отсюда падаем стоп за него целый лимит ставлю вот сюда соотношение неприятно неприятно я сразу же говорю но до 2 тейка один двум у нас есть поэтому здесь идея простая целый лимит как я сказал цели понятно обновление минимума дальняя цель это 1473 90 но второй вариант это по паттерну поработать здесь точно так же на продаже если здесь у нас паттер нарисовывать то встаем шоу толпу нет смысла смотреть по золоту дальше нефть марки добавить я ребята мне что-то здесь немножечко шаблонами накосячил данные по объем не прогружается я сейчас буду смотреть на другом графике данные по объем в любом случае тенденция ланговая продолжается все позиции которые висели у меня по бренду висят но мы сейчас пришли с вами в такой диапазончик где можно искать новую точку входа на покупку это диапазон выгодных цен четвертинка половинка целями у нас всех покупок сейчас пока является обновление локальных максимумов и тест недельки золотого 5737 если глянуть на объемчики здесь давайте глянем отфильтрован вот этот ну типа к м так называемый да вот здесь есть короче уходим если мы выше вот этих самых диапазонов 5594 давайте вот так нарисуем уходим сюда откат покупки все это очень такая консервативная покупочка в рамках одного дня на обновление максимумов на тест недельки где-то ниже нарисуем потом точно также буду пытаться заходить но нужно дождаться опять же фильтрации с точки зрения депо к этого самого к я по тренду если работать импульс коррекция импульс коррекция импульс сами понимаете стоп только вот сюда он очень далекий поэтому если хотите поработать по определенной статистике которая говорит о том что тренд у нас продолжается повторяя там сто тысяч на раз вероятностью 70 процентов но то куда-то вот сюда buy limit чтобы хотя бы соотношение получить buy buy limit да стоп тогда вот за эти минимумы take profit сюда но второй тогда уж чтобы для такой дистанции они очень близки второй take profit тогда куда-нибудь на 59 40 это недельная контрольная зона серого цвета так что еще у нас что еще у нас здесь посмотрели здесь посмотрели что пропустил для снг снг границы рынка переместилась кстати обратите внимание ушла наверх следовательно можно пытаться работать вновь на покупку по данному инструменту уже сильно так себя не ограничивать объема у нас внизу давайте-ка поищем какие-нибудь поближе скопление объем чеки то есть не только последний импульс и такой не только весь среднесрочный тренд но и по последнему импульсу поработаем и посмотрите где у нас объем чеки то есть максимум конечно же вот здесь проторговка но обращаем внимание вот на это скопление поэтому позицию желательно на вход на покупку искать между золотой четвертинкой и половинкой она будет усилена у нас объем чеками по паттерн отфильтровым депок и покупаем депоком и покупаем данный инструмент с целями с целями вот она какая далекая цель у нас 130 54 ну и внутри дня цель от обновления максим по серебру тоже вчера была идея которую скидывал по всем группам до 10 и от меня скинул так 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 где это была идейка вот она была идейка то есть у нас здесь сформировался кстати почему я вот так подробно начал ее здесь описывать новому получается мой косяк почему я в обзоре этого не заметил удержание недельки закреп за четвертинкой sell limit тупо тупо sell limit должен был стоять на красной четвертинке или говорю это стоп сюда тейк сюда все да то есть я почему-то профукал этот момент хотя это один из моих любимых входов поэтому когда я его профукал я начал искать вот здесь паттерн идея отработала себя на сто процентов по целям но к сожалению в тот самый момент когда я нарисовал паттерн в принципе входа как такового не было откатик это у нас вот тут когда мы пробили вот эти минимумы но вот сюда куда-то откатик а не было да вот здесь были такие откаты но входить не входить должен был принимать решение каждый сам некоторые ребята входили в эту позицию да и сообщение там поскидывали о том что зашли сейчас же те кто зашли в эту продажу по вчерашней идее вы обязаны долечать зафиксировать вторую переводить без убыток и дальний тейк по этой второй части 17 28 а для тех кто не зашел в продажу больше идей на продажу у нас нет пока мы не закрепимся ниже чем зона 1 2 в противоход же этому у нас появляется идеальная идея на покупку вот он есть км это максимум вчерашней американской сессии они отфильтрованы депоком минимум минимум максимум короче если мы оказываемся выше коррекционный откат к уровню депок стоп сюда и погнали наверх риски небольшие почему потому что мы видим что нас удерживает недельная контрольная зона мы именно от нее отбиваемся здесь поэтому небольшим риском работаем цели космические потому что дальнюю цель мы ставим на 1871 вход в позицию вот с такими идеями 89 пунктов со стопом 10 пунктов 1 к 8 1 9 и зайти в позу это абсолютно это круто и даже если вы получили стоп ничего страшного далее если вариант здесь поработать по тренду просто не думая опять же вот она вам онлайн . входа с текущего при таком стопе при таком тайке кому депозиты позволяют по серебру по разным брокерам там разные объемы входом минималка иногда сильно ограничено поэтому смотрите кому позволяет вот она . входа вот он ваш стоп лосс вот и ваши тейк профит и последовательно обозначены софтом про мейкер так натуральный газ смена тенденции по идее покупать кому он интересен мне он вообще перестал быть интересным наверное мы его в ноябре выведем из обихода но здесь нефт маркетовую тебя посмотрел все ребят больше задерживаться не буду всем поменьше стопов всем максимум прибыли всем максимум профита ну давайте вот вам еще чуть-чуть какой сегодня океан вот такая вот фигня всем удачи минимум стопов максимум прибыли максим профита привет вам из какой-то кафешки на берегу не знаю что за кафешка завтра посмотрим может быть проведем обзор тоже отсюда всем пока пока